Оцепление вокруг дома, где проживался ФЛО Саипов уже снято, но журналисты продолжают дежурствовать возле этого трехэтажного кирпичного строения, где обычно сдают жилье малобюджетным семьям. Спецоперация ФБР здесь началась еще в 2 часа ночи, примерно в 11 утра она уже была завершена. Вынесено несколько черных больших мешков из-под мусора с вещдоками. Журналисты не имеют понятия, что же там внутри. Также никто не видел ни жену Саипова, ни его детей. Соседи рассказывают о нем довольно противоречивые вещи. Одни говорят, что он был очень нелюдим, недружелюбен, не улыбался и не приветствовал прохожих, как принято в маленьком городке Паттерсон. Житель соседнего дома, молодой человек, говорит, что нет, как раз к вежливости Саипова у него претензий не было, но его поведение вызывало подозрения довольно давно. Ко мне он был дружелюбен, с ним были два других парня, они были здесь каждый день. Каждый раз, когда я видел его, я видел и их. И в этом тоже нужно разобраться. Они все выглядели одинаково. Одинаковые бороды, цвет кожи. Я видел их вместе с момента, как я здесь живу, с начала лета. Очевидно теперь, что заявление властей города Паттерсон в штате Нью-Джерси, где мы сейчас находимся, о том, что это был частный случай и что Паттерсон город многонациональный. Здесь действительно проживают люди 52 национальностей. Они, похоже, не выдерживают никакой критики. Сегодня губернатор Нью-Йорка Эндрю Куома уже заявил, что Сафуило Саипов, выходец из Узбекистана, все-таки был радикализован внутри США уже после приезда в Америку. Вчера, накануне, за несколько часов до теракта, он арендовал тот же самый трак в хозяйственном магазине, написал записку во славу ИГИЛ Исламского государства и отправился на Манхэттен через Вашингтон-Бридж. Здесь ехать примерно 40 минут. И, как известно, оттуда он уже не вернулся.